Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Дима Рубин. О главных событиях недели вы узнаете прямо сейчас, в этом выпуске. Русский язык останется официальным в Киргизии. Достоевский 200, новые эксперименты и образы готовятся к юбилею писателя. Первый космический архитектор, история инженера Галины Балашовой. А теперь более подробно об этих и других новостях. В Кремле прошла первая встреча Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова. Главы государств обсудили статус русского языка в республике, а также отметили важность сохранения дипломатических и союзнических отношений между Россией и Киргизией. Русский язык в Киргизии уже много лет является одним из официальных наравне с киргизским. Он защищен на законодательном уровне и поддерживается главой страны. Такая возможность дает гражданам множество привилегий. В частности, со знанием русского языка можно свободно получить трудоустройство или образование в России. По время переговоров Владимира Путина и президента Кыргызстана Садыра Жапарова главы двух стран обсудили новые методы поддержки и изучения русского языка на территории Киргизской республики. На встрече Владимир Путин заявил, что со стороны России будут направлены новые силы для сохранения возможности изучения языка. Я со своей стороны отмечу еще один момент, который считаю чрезвычайно важным в наших двухсторонних отношениях, а именно то, что вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас, и для гражданин Кыргызстана, поскольку дает определенные преимущества на рынке труда в России. Не требует дополнительных экзаменов и так далее. Не создает дополнительные сложности для кыргызстанцев, которые приезжают в Российскую Федерацию. Садыр Жапара вступил в должность президента Кыргызии в конце января 2021 года. Одним из своих главных политических направлений дипломат считает поддержку двусторонних отношений с Российской Федерацией, а также образование новых совместных внешнеполитических и экономических проектов. Большая театральная программа откроет серию праздничных мероприятий к юбилею великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Новые оригинальные постановки покажут историю не только самых известных романов, но и редких сценических произведений. О том, что ждет российские театры в нашем следующем сюжете. Господи, ну неужели же человеческий царь природы до такой степени весь зависит от собственной своей печенки? Спектакли, опера и кино. Эти и другие эксперименты смогут увидеть зрители юбилейной программы театра нации Достоевский 200. Литературная классика предстанет совершенно новым, ином обличием. Знаменитые герои произведения смогут примерить на себя современные образы, а сюжетная линия покажет актуальную повестку нашего времени. Я как-то выяснил, что, наверное, нет такого автора в мировой новой литературе, который так беспощадно препарирует у человека и своих героев, доходя просто до дна, до малекул этого героя. Разбираю его на малекул практически. Так вот, мы сегодня потентуя нашу программу Достоевский 200 решили сделать то же самое. Предварительно самого Юрия Михайловича. Первой премьерой программы Достоевский 200 стал спектакль по очерку писателя «Зимние заметки о летних впечатлениях». Режиссер Елена Невежина представит его в формате блога путешественника. Главные герои Лиза Арзамасова и Илья Исаев отправляются в длинное странствие в Европу. В пути они размышляют о будущем государства, путях развития и отношениях России-Запада. В дороге герои делятся сокровенными мыслями и задумываются над самыми неожиданными философскими вопросами. В апреле новое пространство Театра нации подготовит особый проект – сторителлинг. Театральная постановка покажет два современных взгляда на творчество и личность писателя. Актеры Елена Горина и Александр Горелов соберут новый целостный образ Достоевского, о котором расскажут не только взрослые, но и дети. И вот мне хочется, чтобы мы вместе со зрителями совершили такое превращение, чтобы мы все вместе опустились на стульчики, на корточки и из своих метр семьдесят роста, опыта, знаний, чтобы мы превратились в метр двадцать. И уже с этой отметки начинали рассуждать на тему Достоевский детям. Музыкальные и кинопроекты смогут посетить зрители в конце апреля и в начале мая. Лауреат премии «Золотая маска» Владимир Ранеев представит оперу по творчеству писателя. Эта работа будет состоять из разных сюжетных линий и комбинаций. Кинопрограмма «Достоевский. Видения» откроет новое прочтение текстов писателя. Видеосюжеты не станут прямой экранизацией романов, но сохранят знаменитые образы. В преддверии 60-летия первого полета человека в космос мы совместно с телестудией Роскосмоса рассказываем о самых интересных событиях в астронавтике. В следующем сюжете вы узнаете биографию женщины-инженера, чье имя в советский период держали в секрете от западных стран. Соразмерность человека и пространства – это главное в архитектуре. Я проектировала орбитальный отсек Союза по программе «Союз Аполлон» и «Союз Т» и «Союз М». Первые Союзы, 41 машину, «Салют», две станции и «Мир», последнюю большую станцию, хорошую уже. По ее образу сейчас сделан МКС вот этот вот. Нехитрый на первый взгляд, но в нем все продумано до мелочей. Интерьер первого орбитального отсека, диван, стойка с оборудованием, а также туалет и вентиляция. Это бытовой модуль корабля «Союз» первого дома космонавтов на орбите. Его нарисовала и спроектировала Галина Балашова, архитектор и космический дизайнер. Она первой придумала, как сделать космос обитаемым. Но я знала, что человеку нужно то, то, то и то, а нормальная жизнь нужна. Первый отсек, вот я его за выходные дома сделала. И Королев одобрил. Вот это было. Ощущение соразмерности человека и пространства у меня почему-то от природы оказалось. Ну, это не у всех бывает. Ну, вот иногда бывает, вот у женщин бывает. Имя космического дизайнера держали в секрете. В 1975 году в НАСА приступили к изучению материалов стыковки «Союз-Аполлон» и выяснили, удобство и эргономика советского орбитального модуля по простоте и изящности на порядок превосходит американское решение. На ботинке там гвоздь вставляется в штырь, который закрепляет его. А мы берем липучку, и американцы вообще ахнули, когда увидели, что у нас все в пушистой капроновой ткани, в желтой, в голубой. И к ним вот эти зелененькие ворсовочки везде крепятся. И фотопленки, и тубы там с борщами, и с творогом, и все. Все это крепилось примитивно. Раз, и крепится. Галина Андреевна создавала эскизы и чертежи внутреннего пространства советского лунного модуля. Выпускница Московского архитектурного института она рисовала с детства. Всю творческую карьеру была единственным специалистом в своем роде и бережно заботилась о композиции и эстетике форм в помещениях для космических путешествий. Это ощущение архитектора. Это его работа, его начало, его конец. И так все мои проекты – это про меня проекты. И почему они получились? Потому что я это поняла. А у меня внутри, не знаю, кто сверху там или снизу, заложил понимание того, что я должна делать. В первый весенний день во всем мире вспоминают историю появления первого чуда техники – печатной машинки. Еще несколько столетий назад такой аппарат считался действительно уникальным. Машинка значительно облегчала работу, а пользоваться ею могли даже незрячие люди. Подлинную историю этого изобретения можно увидеть в одном из частных музеев России. Более 700 экземпляров печатных машинок представлены на экспозиции в Красногорском музее. Частный коллекционер Максим Суровегин лично собирает все экспонаты. В его распоряжении находятся предметы из совершенно разных эпох и государств. Но все они представляют большую и ценную историю. Частный музей печатных машинок сегодня обладает самой большой коллекцией в России печатных машинок. Всего более 900 экземпляров. И, наверное, пятая, седьмая коллекция в мире по печатным машинкам. Также в музее саренточена самая большая библиотека в мире по печатным машинкам. Изобретение печатной машинки люди, во-первых, очень сильно повлияло на, прежде всего, на писателей. У нас появился совершенно другой слог. Более короткий, более краткий. Как раз, кстати, по печатной машинке Шольсен Глиден первым автором, который использовал печатную машинку, был Марк Твен или Самуил Клеменс. Считается, что самая первая печатная машинка появилась еще в XVIII веке в Англии. Новатор получил даже патент от королевы. Однако образец машинки того времени не сохранился. Официальной датой появления чуда техники считается 1 марта 1874 года, когда во всем мире стартовало промышленное производство печатных машинок. Необычное для нашего времени устройство используется и сейчас. К печатным машинкам порой обращаются современные писатели. Такой метод набора текста помогает лучше сконцентрироваться и собраться с мыслями. А особенный стиль создает настроение и даже как будто переносит в другую эпоху. Однако раньше машинки использовали в самых неожиданных сферах. Биллинговальная машинка, которая печатает на двух языках, она печатает на немецком и астрологическом языках. Соответственно, предназначена для печати гороскопов. 1938 год, Германия, очень популярна была астрология. И было выпущено всего две машинки по спецзаказу с астрологическими символами. Познакомиться ближе с устройством печатных машинок можно в тематическом музее в городе Красногорске. Некоторые экспонаты буквально перенесут вас во времени. На экспозиции вы сможете увидеть оригинальные аппараты, которые использовались в советских и зарубежных разведывательных службах. Экскурсии в музее проводятся регулярно. С творчеством этой поэтессы знаком каждый ребенок. Веселый и яркий слог Агнии Барто с детства учит нас различать добро и зло. Специально к юбилею писательницы ребята из младшей группы театральной студии «Щелкунчик» в Нюрнберге попробовали разыграть небольшие представления по мотивам знаменитых детских стихов. Давайте посмотрим, как это у них получилось. Театральная студия «Щелкунчик» Русско-Немецкого культурного центра отмечает юбилей Агнии Барто. 17 февраля, в день рождения детской поэтессы, прошло праздничное занятие в младшей группе в режиме онлайн. Дети целый месяц знакомились с творчеством Агнии Барто на детских стихах, которые выросло не одно поколение. Но творчество ее не стареет, и ребятишки нашей театральной студии с удовольствием учили стихи и декламировали их, стараясь произносить все четко, выговаривая каждое слово и правильно ставя ударение. Ведь дети, занимающиеся у нас в студии, это дети-пилингвы. Мишка Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу, все равно его не брошу, потому что он хороший. Слон Спать пора, уснул бы джон, лег коробки на вечер, слон и Мишка лег коробковать, только слон не может спать. Головой качает слон, он слонихе шлет по клон. Дети в прекрасном настроении играли в музыкальные игры и танцевали вместе с хореографом Эдвардом Акиншином. А занятие проводила руководитель театральной студии «Щелкунчик» Маргарита Гюббель-Спардля. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране или городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости rmsobaka.yandex.ru До новых встреч и до свидания!